Доброе утро, телезрителям в студии «Хорошего настроения». Скорость, энергия, драйв жизни улиц в новом парке экстремальных видов спорта, как всегда, многолюдно. И хоть пока уличные спортивные направления в Беларуси лишь начинают развиваться, молодые люди благодарны организаторам за возможность полноценно тренироваться. Мы хотели собрать в одном месте много локаций, много локаций и направлений, чтобы люди могли развивать себя, чтобы могли двигаться дальше, и при этом было общение. Подобный опыт, в принципе, первый у нас в стране. Надеемся, что он принесет положительный результат. Это уличная культура, и все мы как раз таки с улицы. Это нас объединяет. Хотелось бы, чтобы это место всех объединило и были общие интересы. Идея создать необычный парк появилась осенью 2015 года. Инициатором выступил Центр уличной культуры и спорта. Организаторы сработали быстро, и уже меньше чем через год на улице Столетова появился парк из семи площадок. Что интересно, на каждой из них можно развивать от трех до семи дисциплин. Заниматься может каждый, однако стоит помнить, если вы новичок, не лишним будет помощь профессионала. Очень большой наплыв детей на паркур-городке и на скейт-парке. Родители просто не понимают ответственности всей и опасности всей, что может произойти. Вскоре, во избежание непредвиденных ситуаций, скейт-парк и паркур-городок будут доступны детям старше 14 лет. Кстати, эти площадки посетители оценили по достоинству. Кататься хорошо, на самом деле хорошо. Обучаться тоже, в принципе. Тут есть все, что нужно для новичков. В принципе, и что по атмосфере, тут много, большое общество людей, с которыми приятно пообщаться, поделиться эмоциями, допустим. Или те же люди, которые, допустим, могут научить себя тем или иным трюкам, на самом деле. Планируется, что новый парк поспособствует развитию пока что малоизвестных видов уличного спорта. Например, футбольному фристайлу. Тем более, что качественная площадка позволяет проводить тренировки на высшем уровне. Футбольный фристайл – это такой вид спорта, где трюки выполняются футбольным мячом различными частями тела. То есть в положении лежа, стоя, на голове, на плечах, с выполнением различных акробатических элементов, ну, непосредственно с мячом. Ну, развивает очень хорошо тоже координацию движений и отлично даже развивает индивидуальное мастерство, вот полезно для футболистов. Парк напоминает небольшой городок, где люди, неравнодушные к экстремальному спорту, обмениваются опытом, подтягивают новичков и просто весело проводят время. Площадка для воркаута, скейт-парк, паркур-городок, стритбольные поля, центральная сцена, поле для футбольного фристайла. Не забыли здесь и про людей с ограниченными возможностями. Здесь специальные тренажеры для непосредственно инвалидов-колясочников. Они могут в них заезжать, практиковаться, заниматься. Сделано специально под таких людей. По соседству находится площадка для воркаута, на которой ребята выполняют сумасшедшие трюки. Один из ведущих мастеров уличного спорта Александр Филев признается, многие элементы приходится часами оттачивать в гимнастическом зале. Это сейчас парень ловит восхищенные взгляды. Еще несколько лет назад все казалось не таким радужным. Саша с детства занимался футболом, но травма ноги вмешалась в планы на будущее. Нужно не сдаваться и всегда идти до последнего. Конечно, грамотно нужно обдумывать каждый свой шаг, потому что в спорте нельзя спешить. Каждый человек должен найти себя в жизни. Я сейчас, на данный момент, уверен, что я нашел себя в этом. Быть может, найти себя вам поможет парк экстремальных видов спорта, ведь человеческая душа бездонна, и никогда не знаешь, к чему она потянется, пока не попробуешь. Этим утром в уникальном парке экстремальных видов спорта побывали Вероника Росинская и Владимир Слиш. Утро, студия. Хорошего настроения! Субтитры создавал DimaTorzok